Выделяют один из причин, по которым можно получить отказ в кредите. Ну, первое, это, естественно, плохая кредитная история. Немногие знают, что банки в рамках кредитной истории, как они ее понимают, рассматривают не только долги по кредитам, но и долги по штрафам, налогам и ЖКХ. Второе, это отсутствие кредитной истории, то есть, если вы до этого вообще нигде, никогда не брали кредиты, с темными лошадками никто не хочет иметь дело. Третье, это маленькая зарплата, ну, тут все понятно. Четвертое, если вы предоставили банку ложные сведения, врунув и фантазеров нигде не любят, особенно в банках, и если служба безопасности что-то накопала на вас, то, естественно, это будет отказ. Пятое, вы находитесь в почетном черном списке. Да, он действительно существует, как из него вылезти, это секрет секретный, это будем в другом видео обсуждать. Шестое, это слишком много действующих кредитов, маленьких, больших или средних, неважно. Если нагрузка велика, то ни один банк не согласится с вами работать, это важно понимать. Седьмое, подозрительная внешность или наличие судимости. Восьмое, это непонятное место работы. В нынешних реалиях это у рога и копыта, такие компании уже не прокатывают, вас банк завернет только так. Девятое, это высокий доход. Ну, как вы думали, в общем-то, если у вас слишком большой доход, то есть вы за год можете купить квартиру. Просто откладывая деньги, возникает логичный вопрос. Какого икса вы берете кредит? Десятое, это вас подозревают в уклонении от воинской службы. Вдруг вам дадим денег, а вы потом на север служить уйдете. Не по своей воле. Ну и одиннадцатое, это вы отказываетесь при выдаче кредита от страховки. Тут тоже все понятно. Пожалуй, это все основные причины, по которым могут отказать выдача кредита. Продолжение следует...